всем добрый день девочки спасибо вам за комментарии спасибо вам за советы долгого видео не будет сейчас кратко и ясно скажу вот спасибо огромное конечно всем очень признательна всем очень благодарна вот поговорила сейчас бабули да и как бы с дедушкой они мне не хотят отпускать очень сильно переживают выгодь только сегодня это решили уехать но я сказала что уже дня 3 думал какой ехать вот как жаль и вот и бабушка такая прям я бы так руками размахивает я был гордил вас бы вообще бы никуда не отпустила как же мы будем без вас жить вы хоть уедете звоните ко мне но она с телефоном пользоваться не может такой геморрой с этим телефоном у меня глава у меня голова я сейчас готовлю за кормила завтраком готовлю короче капусту шуму суп с кодельками с клетками мясом выкрутила дела идут бабуля никак не может сегодня забыть падение все утро вспоминает как я подняла удивляла коврик висит сушится как я подняла дед удивляется если бы не вы моя 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 бабушка лежала бы на полу я когда давайте забудем об этом уже все уже в это позади у бабушки давление 142 спустилась было 150 чем-то она очень расстроилась очень конечно мне жалко и и вы даже не представляете когда были в сердце мне жалко и очень сильно да но у меня тоже там кое-какие есть проблемы дома я уже изначально озвучивала как бы определенно я вам не могу пока сказать девчонки ничего да вот проблемы там у меня конечно с молодыми сейчас я вам скажу и беспокоит синяк еще у меня муж еще прислал фотографию с его попросила его члена да и у него начали короче синяк девочки я говорю у тебя нет температуры говорю надо в больницу короче девчонки столько проблем столько забот у меня и блять платили плате блять я не знаю что делать сын у меня сейчас он должен сработать через неделю приехать да там очень крупные проблемы понимаете и этот синяком на члене блять и тут вот этих стариков не могу оставить где мы найдем такой город каковы много говорит людей но такие как вы говорит они сидят и говорят такие как как и вообще практически нет сейчас мы же знаем прошли жизнь ты прожили говорит девочки у меня сердце разрывается честно скажу еще такое большое расстояние до практически от дома моего ну где-то 900 километров точно есть девочки я знаю что сейчас на меня хозяйка рассердится это естественно на москву меня никто не повезет придется своим путем ехать тот своим путем не уедешь придется и просить охранника который приедет поеду со сменой вести меня до эстера они домой поедут аистами отвезут там надо будет присаживаться на электричку и ехать на москву часто полтора езды вот девочки он такой геморрой я себе заработала девочки сейчас сколько на билет надо мне денег отсюда вот до от истра до дома я я на сидя сидячем вагоне не поеду я вся измучилась пока сюда ехала вот блять вот и я всегда себя ругаю девчонки да я не ищу легких легких путей вот я такая всю жизнь по жизни всегда вот и всегда выбираю самый тяжелый путь в своей жизни понимаете но зачем были предложения полегче ночью я вот это уже не в первый раз в шилово поехала до бризонскую область до работала с ниной прохоровной царство небесное господи сколько я слез провела только одному богу знает на это венбок тут до сих пор ее со слезами вспоминаю то полтора месяца каторги было отношение конечно у нас с иной прохороны очень хорошие были но там вообще не спавшая была вот и сказал уже приехала домой да и сказал уже больше не поеду это на такую работу лет тут еще хлеще тут еще хлеще там работала за одной подопечной ухаживала за 54 тысячи в месяц тут два подопечных за 60 тысяч дедушка еле ходит с худунками передвигается и думаю господи не дай бог упадет сломает шейку бедра еле-еле ходит она уходить же надо еще врачи рассказала надо больше ходить надо больше ходить как больше ходить 92 года как больше куда ходить он еле еле на кухню ходит до туалета ходе или или бабушку тоже заставляет ходить как тут ходить она с постели то на табуретку упал это не то что упал сползла на пол она спала лан она одна не сломала кость девчонки как я испугалась как я какой шок пережила представляете если бы сломала на гости вы даже не представляете все было как-то горд подняла ее как-то поняла я не знаю бог помог как подняла я даже сама не знаю как я ее подняла я вообще я я думала что я ее никогда не подниму с пола я вам честно говорю я не представляла блять и когда она у меня скатилась на пол и ноги подвернулись под нее я ноги быстрее вытащила девочки тут какое-то мгновение было какие-то секунды минуты я даже не знаю все время там затем как жизнь перед глазами все пролетело моментально я не растерялась я ноги у него вытащила да у меня и страх господни был да господи только нам богу известно я его так вот прям бабуль давай вот так вот тогда я думала все девочки я думала все моя жизнь рухнул при на этом месте я такой страх страх такой стресс пережила никто не знает я наверное 10 лет жизни потеряла сейчас и бросайте мне их конечно жалко очень да потому что но я знаю что я с ними справлюсь кто приедет я не знаю им сейчас хорошо живется со мной а бабушка на меня бог молится выгоду едете я на вас богу буду молиться говорит может быть вернетесь когда-нибудь к нам да не знаю девчонки просят хоть до первого сентября поработать пока я говорю мне 1 сентября сан домой возвращается останьтесь хотя бы с нами до конца месяца как пока подыщет говорит вам замену все не буду разговаривать с хозяйкой не знаю девочки боюсь как бы еще не пришибли где-нибудь пока мне повезут доестра кто его значу за люди но убивать меня за что блять я же ничего не сделала но я же ничего ничего же не произошло страшного но мысли то все равно в голове хочется еще страху так нагнала еще вы комментарии пишите вот этот страх нагоняете умение свои то мысли да тут уже что в опасном месте нахожусь вы еще мне тут нагоняете я так накрутила себе голову даже не представляете уже тут везде лес блять везде вода голова уже накручена уже накручена и мысли никуда не могу отогнать думаю господи когда доехать живой здоровый до дома то было же домой а еще с утра если я поеду там до самого позднего вечера надо сидеть об этом на вокзале ждать поезд на котором я езжу поезде он уходит двенадцать часов ночи а другой поезда девять часов тут там дороже билеты 9 часов вечера поезде короче девчонки я не знаю я какая-то какая-то силы не покинули и соображалка перестала работать я такая расстроенная сижу честно скажу я очень расстроена в голове кучу мыслей всяких